Общественный совет, созданный в микрорайоне Восточный, не только ставит вопросы перед руководством города, но и решает многие проблемы самостоятельно. О своем участии в конкурсе на соискании премии губернатора «Наша Подмосковья» совет заявил одним из первых. С неравнодушными людьми познакомилась Лариса Панина. Эти люди, жители улицы Партизанской, Трудовой, Подмосковной, Пионерской микрорайона Восточный, год назад мусорную свалку на окраине города своими силами превратили в цветочную клумбу. Здесь была незаконная свалка от пионерлагеря. Благодаря жителям, которые обратились за разрешением выделить этот участок под цветники, администрация подписала. Вот за год это все было сделано. Вывезены остатки мусора, сделаны траншеи, завезена земля, построены цветники. Все руками жителей. А сейчас очередную добрую идею они превращают в реальность. Мы опять-таки обратились к администрации, которая нам оказывает поддержку. Выделили инвентарь. И жители начали строительство вот этой площадки. Активность населения в последние годы возросла. Наконец люди поняли, забытый некогда ни царь, ни бог, ни герой. Только сами своей активностью и неравнодушием мы сможем и власти подсказать, что следует изменить. Благо, городские власти и прежде всего глава доступен и открыт для диалога. И сами добиться преобразования и двора, и подъезда, и скверов, и детских площадок. Главное – взяться вместе и дружно. На собрании в микрорайоне Восточный активность общественников проявилась очень ярко. Более того, в микрорайоне создан общественный совет. Есть желание людей, активной части именно, принять участие в жизни своего района. Это первое звено системы местного самоуправления, что в принципе было раньше. В совет вошли ветераны, молодежь, представители общественных организаций, охраны природы, боевого братства, сотрудники правоохранительных органов, уличные комитеты, настоятель Киевского храма, педагоги. Все, кому небезразлична жизнь в микрорайоне. Весь спектр нашего общества фактически в нем участвует. И на собрании перед главой города члены общественного совета и жители сразу поставили конкретные вопросы. Состояние дороги, ведущей к стройке. Поток большегрузных автомобилей, разбивающих дорогу. Необходимость возрождения клуба. Нужно пустить и автобусы к новостройкам. Необходим филиал поликлиники, медицинский кабинет. Нужно усилить работу милиции в отношении приезжих мигрантов. Проверять регистрацию, кто селится в частных домах, причем не по два-три человека, а десятками. Надо сказать, что общественный совет и жители не только ставят задачи, но и сами работают, засучив рукава. Все эти вопросы, которые ставит общественный совет, они находят понимание у администрации города, у главы города. И нам помогает решение этих вопросов. Мы сначала советуем с людьми, выслушиваем их мнение, а потом уже принимаются решения. У общественников много идей по обустройству. Вот у дороги библиоскворечник. Начался с небольшого металлического короба, а теперь подрос и больше книжек умещается. А у активистов новые мысли. Очистить гусиный пруд, победить свалки мусора. Одну на улице Горького при содействии администрации удалось ликвидировать. Какие дороги ремонтировать в первую очередь, тоже решит совет. Общественный совет был создан в феврале этого года. И одним из первых заявил о своем участии в конкурсе губернатора «Наша Подмосковья». Энергии, радости, общения местным жителям не занимать. Главное, они не ждут, когда кто-то придет и сделает, а живут полной жизнью. Радуясь, поддерживая друг друга, преобразуя город для своих детей. Мы взяли близлежащие улицы, развесили объявления, сказали жителям. Самые активные, которые поверили в наш проект, так сказать, и видят вообще результаты по нашей улице, они участвуют. Фантазия приветствуется, а дизайнерских идей не занимать. К дню города спешат сделать детскую площадку. Как-то раньше об этом не задумывались, а потом посмотрели, деток на самом деле очень много здесь. Почти в каждом доме, а то и по два, и по трое. Надо где-то играть. У нас песок кто только не заводил. Это и администрация нам заводит песок. Вот это вот последняя куча песка. Это папа один завел с нашей улицы. Сами мы тоже на свои средства покупаем песок. У нас задействованы все. Нравится-то нам что в первую очередь? То, что мы теперь поняли, что мы кому-то нужны, если мы вместе работаем, да? Да, много сил приходится тратить. Много. Все делаем со своими силами. Но сейчас, как говорится, хорошо, что администрация подключилась к этому делу и стала помогать. Мы очень рады этому. Идею на собрании глава города поддержал и обещал помочь решить вопрос с дорогой. Все нормально, все на ура. Все адекватные люди на ура. Дети вообще бегают и летают стайками здесь. Особенно вот велосипедисты, которые постарше, там, первый, второй класс. И они, здесь будет площадка детская, ура! Они еще не знают, что, возможно, у них будет дорога. Вот это будет счастье. Гладкая, широкая, с нанесением разметки. То есть подразумевает, что здесь будут кататься дети на роликах, на велосипедах. Минимум машин. Мы, наверное, все-таки шлагба мы поставим, даже для своих. А в основном это будут дети. Мама с колясками. О чем мечтаете? О детской площадке, об играх там. А родителям помогать будете? Да. А что можно сделать? Мы красить будем. Качели? Все. Новая детская площадка станет хорошим подарком городу, жителям микрорайона и самим себе. Лариса Панина, Дмитрий Жуков. Для программы «Акцент». Редактор субтитров А.Семкин